Доброе утро! Сейчас, благодаря вакцинации, встречается редко, а потом бах, и беда. А из-за отсутствия вакцинации начинают возвращаться. Спор этот, конечно, будет вечным, ставить прививки не ставить, но мы всё-таки советуем прислушиваться к врачу и ещё раз подумать на эту тему. Как подумать на эту тему? Как подумать на эту тему? Когда есть такая психология у родителей, что есть какие-то состояния, с которыми мы никогда не столкнёмся. Это где-то далеко, это на другой планете происходят эти заболевания. Я доктор-педиатр, инфекционист, и мне довелось видеть, как протекает тяжело заболевание коклюша у детей раннего возраста. Опасны эти состояния именно тем, что коклюшный кашель вызывает остановки дыхания у детей, ребёнок какое-то время не дышит. И вот эти состояния достаточно опасны. Чем меньше ребёнок, тем более опасны. Как правило, особенно подвержены этому состоянию детки, особенно опасны для детей первых месяцев жизни. Поэтому с трёх месяцев жизни предлагаются делать прививки. Прививка защищает, особенно хорошо работает первые пять лет. Прививка от коклюша не защищает на всю жизнь, но она защищает именно в тот период... В самый опасный. В самый опасный. Взрослый человек, столкнувшись с коклюшом, ну, мы также с этим сталкиваемся, коклюш в городе, к сожалению, есть, и мы регистрируем случай коклюша. Взрослый человек будет кашлять, кашлять неприятно. Надрывно, надсадно. Надрывно, какими-то приступами. Но не поймёт. Но часто не понимает, потому что, как правило, взрослые пугаются, обследуются, кашлять может до полугода. Но взрослый человек никаких таких тяжёлых последствий, как коклюш, не вызывает. А для малышей достаточно тяжёлые последствия, потому что остановки дыхания – это период, когда кислород не поступает к тканям мозга. И тут, как коклюш, вроде бы лёгкое заболевание начинает давать осложнение уже на центральную нервную систему. В принципе, не про него говорить, не про одно заболевание. Вообще, в целом, есть ли какая-то, существует ли зарегистрированная опасность от прививок? Ну вот прям, что вот прививки бывают опасны в таких-таких случаях. Давайте определимся. Значит, есть несколько состояний, их не так много, при которых нельзя делать прививки. Это состояние врождённого иммунодефицита. Этот диагноз ставится достаточно быстро, в первые месяцы жизни. Это дети с активной формой ВИЧ-инфекции, дети с туберкулёзом, с тяжёлыми формами онкологических заболеваний. Ну, наверное, даже лёгкие формы онкологических заболеваний – это противопоказания к прививкам. Но эти дети, там очень много делается для безопасного пребывания. И именно окружение этих детей привлекаются только здоровые люди. Вот. Это стопроцентные противопоказания. Если ваш ребёнок наблюдается у невролога, это не противопоказание к прививкам. Потому что в случае заболевания, любое заболевание на вашу центральную нервную систему даст гораздо больше проблем и осложнений, чем сама прививка. Далее. Достаточно серьёзно, почему-то до сих пор весь мир уже знает, что у детей, у которых аллергия, у этих детей иммунная система, настроенная работать на аллергическое заболевание. И в это время иммунитет, он не может работать активно и на аллергию, и на инфекции. И автоматически у детей-аллергиков поздно формируется постинфекционная защита. Организм борется как бы с аллергенами, вместо того, чтобы бороться с вирусами и бактериями. Так вот, вакцинация этих детей, наоборот, необходима, чтобы иммунная система начала работать, настроилась на работу с инфекциями и спокойно относилась к аллергенам. То есть этих детей во всём мире прививают так же, как и всех детей, так же по календарю. Это не противопоказание к вакцинации. Нет, ну, мам, тоже можно понять. Вот такой вот грудничок у тебя, крошечка, страшно за него. Там несколько месяцев ребёнку. И ты, получается, своими руками его отдаёшь, чтобы ему поставили укольчик, в котором страшные болезни сидят. Мы живём с вами в огромном мегаполисе, где есть практически на сегодня все инфекции. Ну, помимо, похоже, только вот не регистрируются случаи в дифтерии, и не было несколько лет случаев регистрации полиэмилита. Но все остальные инфекции в городе есть. Есть. И проживая в отдельной, самой хорошей квартире, проживая в многоквартирном доме, вот всё, что есть на 25 этажах вашего дома, вы от этого не защищены. У нас всё, что циркулирует в доме, всё это может попасть вам и вашему ребёнку. В подъезде всё это делать. В подъезде, в доме, вот всё, что циркулирует в лифте. Поэтому ведь недаром говорят, когда вот случаи, когда у нас были случаи краснухи, кури, то карантин накладывается на весь подъезд. Ничего себе. Вот это вот бумажечки-то, карантин в адресе есть, карантина в адресе нет. Да, это действительно оно и есть. Поэтому, безусловно, надо внимательно относиться к прививкам. Обязательно, чтобы осмотрел доктор. Перед началом вакцинации в 3 месяца смотрится общий анализ крови. Общий анализ крови – это практически сейчас много показателей, которые очень хорошо показывают, насколько иммунитет готов. Есть ли воспаление какое-то, есть ли отклонение какие-то? Не только воспаление показывает общий анализ крови. Он показывает, сколько клеток готово работать с вакциной. И сейчас… А, вот оно как. Да, безусловно. Поэтому сейчас любой врач, он чётко это знает, что вот если каких-то клеток недостаточно, тогда вам прививку отложат. Поэтому общий анализ крови на старте делаем. Смотрим, чтобы ребёнок был здоров. Очень важно, с чем я сталкиваюсь как доктор, как педиатр, чтобы были здоровы дома папа, мама, бабушка и дедушка. Вот. Если у вас дома папа простывший, а вы пошли на профилактический осмотр и поставили прививку, то папа, который дома температурит, это источник инфекции. Вот в этот момент, даже если малыш 100% здоров, лучше переложить на неделю эту прививку или переложить куда-то папу на неделю. Или переложить папу на неделю. Екатерина Георгиевна Тунинцева даёт нам советы, которым обязательно нужно прислушиваться, если вы, а все хотят, заботиться о здоровье собственном и, конечно, о здоровье своих детей. Наша программа продолжается. Прервёмся на пару минут рекламы, а потом будем проводить рубрику «Есть что отметить» и поздравлять вас с вашими праздниками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова